Мне бы хотелось от имени ветеранов Саратов-Гостроя, через которых около тысячи человек, это бывшие работники Саратов-Гостроя, Химстроя, Жилстроя и так далее, от имени активной общественности нашего года поддержать предложение коллектива завода РТИ о присвоении посмертного звания Рожигаю Геннадий Павлович. Что можно сказать? Я 30 лет поработал в управлении Жилстроя, из них 18 лет на производстве, 7 лет каменщиком работал, вот этими руками кинотеатр «Октябрь», чайку многострадальную, на которой сейчас мы все, что делать с ней, ну и так далее. 12 лет я работал освобожденным секретарем партийного комитета управления Жилстрой. И вот это было с 1975 года, а в 1976 году пришел Геннадий Павлович, был извергнут первым секретарем городского комитета партии. И здесь вот, здесь сошлись интересы наши, его. Это был талантливый, замечательный человек. В 30 лет он завод РТИ возглавил, в 40 лет он был секретарем горкома партии. Первую задачу, которую он здесь поставил, значит, и добился. Коллектив Жилстроя никуда не отвлекать от города, чтобы ни в Саратове, ни в Москве только здесь жилье строить. Добился этого. Второй вопрос он поставил. Увеличение мощности производства. Это деревообрабатывающий завод в две смены, по выпуску дверей и окон для жилья, для промышленности. Завод КПД. Первый, второй, третий завод. И это дало свои результаты. Буквально через два года, если до него мы вводили 70 тысяч квадратных метров, то после его, значит, буквально через два года, стали вводить свыше 100 тысяч квадратных метров. Два садика в год строили, за два года школу. Дома росли, как грибы. Это радовало нас всех. Под его руководством, также, значит, по увеличению вот этих вот дел, он также создал штаб здесь, при городе, который распределил штаб по озеленению города. Значит, город был на зону распределен, и за каждой зоной предприятия были закреплены. И мы в пятницу вместе с представителем горкома, вместе с представителями предприятий, ездили по городу и смотрели выполнение тех задач, которые он поставил. Вот такой он был. В 81-м году он был избран депутатом 26-го съезда КПСС. Значит, потом, значит, с тысячу, после этого, значит, когда он отработал два срока, в 82-м году он назначается в Саратов, в областной комитет обл. исполкома, и работал там первым заместителем на протяжении до 90-го года. В конце 90-го года, когда уже получилось сокращение горкома и обкома, и он назначается генеральным директором мебельной фабрики здесь, в городе Балакова, совместно с французским предприятием. Но, значит, в 91-м году, после отъезда делегации, буквально 15-го мая, на 56-м году, значит, его не стало, ушел из жизни. И вот, значит, мы, пометуя его заслуги, заслуги, кстати, вот это здание, сооружение, он настоял, много добивался, чтобы выстроить это здание, и мы его построили, отделали. Поэтому мы, ветераны, поддерживаем предложение завода РТИ с тем, чтобы присвоить посмертно звание почетного гражданина города Балакова, Рожигаю Геннадия Павловича, наравне, чтобы он был смеликом Дмитрием Федоровичем, Бутовским Леонидом Борисовичем, Дворяткин Анатольевичем, которые тоже у нас являются почетными.